Капитан Олег Платонов, командир звена 22-го истребительного авиационного полка, Восточный военный округ, безусловно, летный состав, который уже участвовал в подобных соревнованиях и получил там опыт, будет иметь некое преимущество в конкурсе. Ведь, обладая знаниями особенностей, каких-то нюансов состязания, легче максимально полно реализовать свои профессиональные возможности. А знания о характере всех этапов предстоящей программы будут вселять в бывалых конкурсантов только уверенность. К большому сожалению, в прошлом году наши летчики не принимали участие в авиадарце, потому в 2015-м для них, и меня в том числе, все будет в новинку. Но это, уверен, нисколько не снижает шансов на победу. Летчик-истребитель на то и истребитель, чтобы быстро ориентироваться в сложной, нередко даже опасной обстановке, принимать грамотные решения в условиях дефицита времени, мгновенно адаптироваться к любой ситуации. Тем более для участия в конкурсе воздушной и тактической выучки летного состава отобраны наиболее подготовленные кандидаты, с ними проводится ежедневная интенсивная целенаправленная работа. Сначала это были четыре пилота. Однако в ходе соревнования внутри части победу одержали летчики первого класса капитан Олег Платонов и его ведомый старший летчик авиозвина капитан Сергей Казаков. Им и будет доверено право представлять полки весь дальневосточный регион на конкурсе. Кстати, эти летчики и прежде выполняли сложные задачи с наилучшим качеством на всех направлениях. Участвовали в стратегическом КШУ «Восток-2014», совместных «Америка-на-Канада-российских учениях «Бдительный орел-2013» и других. За решительные действия из состава дежурных сил по самолетам-нарушителям оба награждены медалями за воинскую доблесть. Невозможно сказать, кто был самым серьезным противником. У всех, кто дошел до международного этапа, был очень высокий уровень подготовки. В общих чертах, конечно, представляем конкурсную программу. Она очень обширна, захватывает все аспекты летной подготовки воздушного бойца, позволяет на основе общей оценки многих элементов выявить лучшего во всем. Не секрет, что у каждого человека в любом деле что-то получается лучше, что-то хуже. Так и у нашего брата-авиатора, один лучше летает на групповую слетанность, другой всегда попадает точно в цель на полигоне. Третий мастерский ведет разведку наземных объектов, и от его взора не ускользнут даже самые незначительные мелочи. Четвертый с легкостью проводит маневренные воздушные бои на больших перегрузках. Но редко найдется пилот, выполняющий все эти задачи с высочайшим качеством в одном лице. Для участия в соревнованиях наш полк хочет представить именно таких летчиков. Над чем сегодня работают наши конкурсанты, думая только о предстоящем конкурсе. Выполняют элементы сложного пилотажа на самолетах Су-27СМ в составе пары на малых высотах, вираж на максимальных режимах работы двигателей, горку, пикирование, косые и прямые петли, боевые развороты. Во-вторых, ведут воздушную разведку наземных объектов, выявляя их местоположение с точностью до считанных метров. В-третьих, стреляют из пушки и неуправляемыми ракетными снарядами по наземным мишеням на полигоне. При этом наши командиры со всей строгостью оценивают точность попадания и выхода на цель по времени. Наверняка наиболее сложной задачей на конкурсе будет ведение групповых маневренных воздушных боев. Нашей паре предстоит своевременно обнаружить пару истребителей противника, применяя имеющиеся на борту самолета радиолокационные средства, упредить ее в условных пусках средств поражения и в то же время, применяя хитрость и тактические приемы дальнего боя, не позволить противоборствующей стороне выполнить обнаружение и имитацию пусков управляемых ракет по себе. В общем готовимся по всем направлениям, в том числе и по физической подготовке, чтобы подойти к авиадарцу 2015 в наилучшей форме. Конечно, мы знаем о высоких требованиях к летному составу, не имеем права недооценивать соперников, но это знание только укрепляет волю к победе, заставляет нас тренироваться с утроенной силой. Условия для всех должны быть равными. Гвардии майор Александр Морозов, командир самолета Су-24М, летчик первого класса, Балтийский флот. В прошлом году флотские летчики участвовали в авиадарце впервые. Нашему экипажу выпала честь представлять весь ВМФ. Интересно было не только поучаствовать в состязаниях самим, но и посмотреть на других, особенно с учетом некоторой оторванности Калининградской области от Большой России. Времени на подготовку было мало, всего две недели, за вычетом дней с неолетной погодой вышло и того меньше. Каждую летную смену вместе с резервным экипажем тренировались на авиаполигоне, делая упор на групповой пилотаж и пуске Нар. Параллельно готовились к перелету над Балтийским морем и Финским заливом. Сослуживцы по эскадриле всячески нам помогали. Вылет из-за плохой погоды несколько раз переносился, возможность улететь выдалась лишь в крайний день. Летели строго над нейтральными водами, что требовало точной навигации, особенно в Финском заливе, там горлышко нейтральных вод сужалось до 5 километров. Летели строго над нейтральными водами, что требовало точной навигации, особенно в Финском заливе, там горлышко нейтральных вод сужалось до 5 километров. Почти весь перелет нас сопровождали иностранные военные самолеты, в основном натовские. Мне и моему штурману гвардии майору Александру Якушеву уже доводилось летать этим маршрутом. Для резервного экипажа, командира самолета гвардии капитана Юрия Медведкова и штурмана гвардии старшего лейтенанта Евгения Миронова, это было вновь, и ребята не подвели. Общая организация соревнований порадовала. Понравились авиашоу с демонстрацией современной техники, выступления лучших пилотажных групп. Обстановка была дружеская, особенно интересно было пообщаться с коллегами из Белоруссии и Китая, у них отличная отношения методика обслуживания техники и подготовки к полетам, кое-что мы для себя подчеркнули. Так что авиадартс минус дело хорошее, сам факт попадания туда, где соревнуются лучшие летные экипажи, минус уже оценка твоего профессионального мастерства остался. Однако, и горький осадок несправедливости, минус об этом тоже следует сказать. Среди российских участников наш экипаж был единственным, кто раньше никогда не бывал на Воронежском полигоне Погонова, минус на российском этапе соревнований мы не участвовали, попали сразу на международный. А вот для Липецкого экипажа этот полигон, родной, излетанный вдоль и поперек теми же маршрутами и с отработкой тех же элементов, что были на состязаниях. Мы же готовились по картам и схемам, перед самыми соревнованиями один раз облетели полигон на транспортном самолете. Вдобавок ко всему у нас на тот период в отличие от других российских экипажей самолет не был оборудован спутниковой навигационной системой, в мишени целились старым способом. Вот и остается утешать себя тем, что наше четвертое место в категории бомбардировочной авиации тоже что-то значит. Выводы из прошлогоднего участия в «Авиадарце» мы сделали. Подготовку внесли соответствующие коррективы, минус теперь она стала более специализированной, опирающейся на полученный опыт. Сегодня идет отбор лучших экипажей, у людей хороший спортивный азарт. В нынешнем году морские летчики будут представлены на «Авиадарце» в категориях бомбардировочной, истребительной, военно-транспортной и вертолетной авиации. Окончательный отбор лучших экипажей произойдет в «Ейске». Единственное пожелание организаторам – сделать так, чтобы условия для всех были равными. Круглый стол подготовили Владимир Сосницкий, Юрий Белоусов, Ольга Воробьева, Константин Лобков, Владислав Павлюткин, Юрий Бородин, Анна Потехина, Александр Тихонов. Окончание круглого стола читайте в одном из ближайших номеров. Прочита на 122 раз. Продолжение следует...